В настоящее время мы представляем разработанные на нашем предприятии образцы беспилотных летательных аппаратов, которые входят в беспилотный авиационный комплекс «Буревестник», который представляет собой летательный аппарат с размахом крыла более 9 метров. Его дальность применения без ретранслятора до 70 километров, с одним ретранслятором 200 километров, с другими ретрансляторами 300 километров. Прежде всего, он предназначен для мониторинга местности, что способствует обнаружению лесных пожаров, наводнений, быстрому устранению причин этого всего. То же самое можно применять и в сельском хозяйстве. Создать за посевами, следить за инфраструктурой, даже в жительском коммунальном хозяйстве, структурой автомобильных дорог, состоянием зданий, сооружений и так далее. У него хорошие перспективы, мы его применяем и испытываем постоянно. Если не будет конструкторской мысли, конструкторской разработки, то не будет беспилотного аппарата. Здесь закладывается не только математика, здесь закладываются все высшие науки. Применение беспилотников – это сейчас современное и перспективное развитие, как и не только в Беларуси, это во всем мире. Это подтверждается во всех практически условиях. Что еще в этом образце примечательно? Разгон его до взлета составляет 400 метров, для посадки – около 600. Кроме того, в нем существует парашютная система. Это для аварийной посадки его. Если какая-то авария случилась, то оператор выбирает, где его безопасно посадить, и он сажает его на безопасное место. Для управления беспилотными летательными аппаратами, вот даже нашей всей линейке, необходим мобильный пункт управления, может быть и стационарный пункт управления. Сейчас мы с вами находимся, так сказать, в центре управления полетом беспилотными летательными аппаратами. Здесь находится рабочее место оператора беспилотного летательного аппарата и рабочее место оператора сырьевой нагрузки. Отсюда происходит все управление беспилотным летательным аппаратом. От взлета, полета и посадки летательного аппарата. Вот находятся здесь два рабочих места, два монитора. Первый монитор мы сейчас рассматриваем, это оператора беспилотного летательного аппарата. По нижнему он управляет беспилотником, а по верхнему монитору он видит, где он находится. А у оператора целевой нагрузки два монитора расположены в противоположном состоянии. Один находится для управления беспилотным аппаратом, а второй находится для уточнения местонахождения самого БЛА. Кроме бревестника, у нас еще в таком же ключе выступает бусил беспилотный летательный аппарат, бусил белорусской, тоже в нашей разработке. Он уже применяется, нашел широкое применение не только в нашей стране, но и за рубежом. Наша компания, по решению руководства нашей компании, при поддержке Государственного военно-промышленного комитета, мы инвестируем значительные средства в разработку инновационной продукции, которая востребована на внешних рынках. В этом году мы представили ряд таких разработок. Вся продукция, которая здесь представлена, она вся востребована, она вся новая. Но есть несколько новейших разработок, впервые представленные и находящиеся на последних стадиях испытаний перед поставкой иностранных заказчиков. В частности, гранатомет, 60-миллиметровый гранатомет. Это чисто белорусская разработка, разработана наша компания. Он предназначен для поражения бронеобъектов, для поражения, для разрушения зданий, вернее, поражения противника, находящегося в укрытиях, а также живой силы противника. Значит, особенность этого гранатомета заключается в том, что оператор выбирает способ поражения непосредственно перед применением. То есть, боевая часть имеет уникальное строение. Она позволяет производить выстрел с использованием трех траекторий. Этот гранатомет может использоваться как одиночным, так и в спаренном, в четверенном виде одним стрелком. Или в качестве при установке на роботизированный комплекс может остаться до 16 таких гранатометов, что позволяет поражать значительное количество целей одновременно. Еще одним разработкой компании является это в сфере стрелкового оружия. В этом году представлены два пистолета-пулемета и снайперская винтовка. Особенностью является то, что снайперская винтовка сделана под патрон, используемый в пулемете. То есть, здесь не нужен специальный снайперский патрон. Это патрон 7,62х54. Это облегчает нахождение боеприпасов в любом подразделении. Это распространенный патрон. Также в качестве новинки можно упомянуть комплекс радиоэлектронной борьбы станция Т. Особенностью данного комплекса является, что наряду со всеми атрибутами, необходимыми для осуществления такой борьбы, на ней установили еще РЛС, который позволяет, во-первых, находить эти беспилотники, которые находятся в режиме радиомолчания. Это одна из основных задач. Он может самостоятельно найти беспилотники, даже те, которые не поддерживают никакой связи с наземными станциями, и после этого произвести глушение данных беспилотников. Это защищенное транспортное средство многоцелевого назначения «Защитник». Разработано на нашем предприятии специально для подразделений специального особого назначения. Для их доставки к местам проведения мероприятий, обеспечения охраны объектов, сопровождения колонн, в том числе миротворческих, благодаря высокому уровню защищенности позволяет обеспечивать безопасность перевозимых представителей подразделений, даже в условиях вероятного и возможного соприкосновения с противником. Степень защиты машины позволит лицам выполнить свою задачу, оставаясь при этом не ранеными, не поврежденными. Благодаря своим, скажем так, конструктивным особенностям по размерам, способна помочь преодолеть препятствия, как заборы, стены определенные, и оперативно выполнить поставленную задачу. Редактор субтитров А.Семкин